В Соломбальской библиотеке номер 5 имени Бориса Викторовича Шергина представляет бумажный дракон. Считается, что драконы – это мифические существа, то есть никто и никогда не видел живого дракона или неоспоримых признаков того, что они существуют. Зато дракон является одним из любимейших литературных героев. Например, во многих сказках, заточенную в башне прекрасную принцессу, чаще всего охраняют именно драконы. И сейчас мы предлагаем вам небольшую подборку книг о драконах. Серия книг «Как приручить дракона» настоящей шедевре детской литературы, родом из Великобритании. Цикк Рисиды Ковал состоит из 13 увлекательных историй, полюбившихся читателям на разных континентах. Автор не только описал удивительный мир викингов, который без драконов никуда, но и нарисовал люкстрации к тексту. История вышла впечатляющей. По ее мотивам в 2010 году сняли прекрасный полнометражный мультфильм. Польфган Хабарин в соавторстве со своей женой Хайки написал в 1982 году повесть для детей «Сказочная луна», которая стала бестселлером и была переведена на многие языки. С тех пор в других странах авторы постоянно возвращаются к «Сказочной луне», в стране, которая находится под сторону действительности, куда люди могут попадать в своих снах. Она населена волшебниками, драконами, эльфами, гномами, феями. А правит этой страной самый могущественный и мудрый маг Фэмикс Тол. Замок Драгина переводится как «Долина драконов». Это название школы, куда попала девочка по имени Ребекка. Все вокруг было удивительно. На цветами паркали феи, в лесу скакал единорог. Еще она познакомилась с мальчиком по имени Пер, которого никто, кроме нее, не видит. С этого начинается фантастическое приключение Ребекки. Джош Мартин. Ледяной дракон. Адара всегда держалась особняком. Это была серьезная маленькая девочка, которая редко играла с другими детьми. Больше всего на свете она любила зиму, потому что как только мир погружался в холод, появлялся ледяной дракон. Это была странная дружба, маленькая девочка, в сердце которой жила зима, и ледяной дракон, которому никому никогда не удавалось приручить. Дракон из голубого ядца – добрая и веселая история Нины Блазон о том, как в обыкновенной немецкой семье появился самый настоящий дракон. И жизнь всей семьи, а также друзей и соседей, очень-очень сильно изменилась. Также познакомиться с драконами можно в различных энциклопедиях. Предлагаю вам смастерить одного из любимых детских литературных героев бумажного дракона. Для этого вам потребуется лист цветной бумаги, простой карандаш, линейка, ножницы, двухсторонний скотч, две деревянные палочки, цветные карандаши и нарисованные, или как у меня распечатанные, голова и хвост дракона. По ширине листа цветной бумаги отмерьте полоску 4 сантиметра и отрежьте ее. Складываем нашу полосочку гармошечкой. Вот такая гармошечка должна получиться. С помощью двухстороннего скотча приклеиваем деревянные палочки на заднюю часть гармошечки с обеих сторон. Субтитры создавал DimaTorzok С помощью цветных карандашей раскрашиваем голову и хвост дракона, а затем вырезаем все ножницами. Вот мы с вами раскрасили хвост и голову. Теперь с помощью двухстороннего скотча приклеим их к нашей гармошечке. Субтитры создавал DimaTorzok Такой вот замечательный бумажный танцующий дракон у нас получился. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok